Реклама бывает разной. И не супергероям мне об этом рассказывать. Один только паучок за свою медиакарьеру вписался в несметное количество самой разной рекламы. Странные видео для магазинов электроники, Ха-ха! Человек-паук! Чё за тигня, братан? Графонистые коммершал-меринды, да даже целые короткометражные скетчи, снятые для ауди, мы с вами тоже уже видели. Но сегодня паучок уже много лет как не одинок. Примерно с этого момента наш любимец попал в престижную тусовку киновселенной Марвел. А когда-то её окружение состоит сплошь из цветастых сверсильных ребят, фильмы о которых выходят по 3-4 штуки в год, то и денег в миксе с креативом у них должно быть поболее. Не находите? Вот сегодня мы узнаем, как дела обстоят на самом деле. А также, как Мстители связаны с виртуальной реальностью, кем нужно работать, чтобы стать железным холодильником, причём тут вообще стендап-комик Кевин Смит, и фраза... Пенис активирован. Поехали. Он про тебя хоть что-то знает? О, нет-нет-нет, не уничтожай, просто достань кролика. Но сначала я кратенько объясню новичкам, что здесь вообще происходит. В рекламках я снова собрал и перевёл для вас немалую подборку странной, интересной и весёлой рекламы, связанной в этот раз с целой киновселенной Марвел. Ну а если без выпендрёжа, то с меня чудаковатые шутки, с моих друзей озвучка кринжатуры, и вообще хватит быть милыми просто, чтобы быть милыми, раздражённо мною на ребят. Я не должен был это читать. А уже с вас, получая неудовольствие от всего этого сумбура и вайба старой рекламы. По традиции начнём с самых старых, но уж точно не самых странных роликов. Первые коммершиалы с участием супергероев, где они ещё были нарисованы и одеты в самые классические свои костюмы. Оно и понятно, до киновселенной ещё как минимум лет 10-15, и только тогда костюмеры начнут париться с тем, как вписать суперов в реальный мир. А пока, наивно добрая реклама Мака из 90-х подсчётно награждается медалькой за приятную атмосферу. И Мак был далеко не единственным желающим выехать на популярности супергероев. Так, когда-то даже производители молока пытались обыграть у себя не только суперов, но и забавную игру слов. Итак, кто ты такой? Я молочник. У тебя есть помощник? Нет. Заклятый враг? Кто? Просто враги. Да я вроде бы за мир. Ты борешься с преступностью? С какой преступностью? Да с кем ты тогда борешься? Со слабыми костями. Конец 90-х, начало нулевых, это всё ещё время достаточно экспериментальной рекламы. Вы чего, никогда не слышали о пользе молока? Тогда считалось, что супергерои могут рекламировать не только товары для детей, но и для взрослых, влезая даже в не менее взрослые банковские услуги. Кто-то украл мою кредитку! Читай по губам, дорогуша. Если ты потерял свою карту виза или её украли, то ты не несёшь ответственности за мошеннические действия после утраты, и эти деньги вернутся тебе на счёт. Какие-то неприятности? Неважно. Виза так вообще пошли на странный для себя эксперимент, но, видимо, тогда мало кто понимал, на какую аудиторию вообще рассчитан супергеройский контент. Ну или они просто не запаривались. Ведь детский стиль с недетскими услугами сочетается... Никак? Не находите? Если только подростки не бежали сразу же после рекламы оформлять кредитку, которую не спасёт даже Человек-паук. Но Паучок всё-таки тогда спасал. Но только рекламу каких-нибудь игрушек. Ведь она просто подходила куда больше, да и цеплял Паучок всегда только младшую аудиторию. А игрушек для неё было навалом. Что в девяностые, что в нулевые, что в десятые. Но заставлять смотреть вас бесконечно однотипную их рекламу я себе ни в коем случае не позволю. Иначе ему и так затянутый первый акт никогда и не проведёт вас до основной части ролика с интересной рекламой. Лучше просто закончим с рекламой девяностых, бесконечно лёгкой и приятной в своём настроении, но всё-таки мы тут ради любимой киновселенной. С самого первого фильма о Железном Человеке уже стал ясен шаблон вообще всей будущей рекламы во франшизе. Если что-то рекламируется в фильме в качестве продакт-плейсмента, то есть условный американский чизбургер появляется на экране и аккуратно навязывает ассоциацию себя с Железным Человеком, то и за пределами фильма, то не какое-то время красуется в рекламе этого самого чизбургера. Да та же Ауди со Старком вообще шли рука об руку на протяжении всех 11 лет жизни персонажа. Любая Ауди во владении Тони уже тоненько напоминала нам о предпочтениях миллиардера-филантропа, а здесь уже вступает в игру та же схема, что и с доктором Пайпером у Человека-паука, когда взаимопиар должен быть не просто для галочки, но ещё и должен подбивать тебя как-то купить товар. Простейшая мысль. Хочешь быть ближе к Паучку, пей Пайпер и получай подарки. Хочешь так же легко цеплять красоток в журфака, прикупи Беллинку и Ауди. Мало того, что Старк у меня уже напрямую ассоциируется с белой R8, и даже играя в GTA, я раз за разом угоняя Оби крашу её в белый, так они ещё и специально сняли коммершал для немецкого производителя. Стильный и напрямую, кстати, подвязанный с Айронменом. Всё как и должно быть. Вот только в отличие от Паучка, у Железяки таких взаимных контрактов было сразу несколько на фильм, и сюда затесался ещё и Боргер Кинг. Пока Тони в кино лакомился тем самым американским чизбургером после своего вызволения из плена, Боргер Кинг в это время рекламировался под его именем. Кто же тогда мог знать, что целых 11 лет спустя в финале любовь Тони к чизбургерам пробьёт меня на слезу? Чуть подробнее о моей любви к первому Железному Человеку мы уже говорили в прошлом ролике. Навёрстывай, если он почему-то прошёл мимо тебя. Невероятный Халк, к сожалению, ничем кроме кринжового мужика в рекламе быка не отличился. Но вот Росомаха, от уже заезженного приёма с рекламой бритв, да-да, мы поняли, Логан зарос, побрейся, хорошо, да... Эй, мне нужно, чтобы ты вышел в субботу. На весь день. Вы знаете, почему я вас остановил? Ладно. Перестань просто мечтать быть Росомахой, смотри по-настоящему. Люди их с начала Росомаха, уже на Блю-Рэй-Дивиди. Здравствуйте. Помыть вашу машину? О, простите, мы закрылись. Кринжатура... А то. Если бы вы только знали, как мне порой стыдно просить друзей что-то озвучить. Подожди, то есть я сейчас должен сказать, пенис активирован голосом возбуждённого робота? Ну да, только ты как будто при этом ещё и ребёнка конфеткой заманиваешь. Да иди-ка ты нахуй, Егор. Хоть порой мне и кажется, что я начинаю повторяться. Ладно. Второй Айронмен не только выделился роликом с Айрон Кингом, Бургер Айроном, Бургер Меном, Бургер Кингом, но и возвращает к нам в рекламке доктор Пеппер. Добрый вечер, мистер Старк. Что? Чем могу помочь? Приодень меня. Как пожелаете, сэр. Погнали. Да ладно. Хотя пофиг, я в порядке. Получи шанс выиграть гаджеты железного человека на докторпеппер.ком И сейчас можете записать мои слова, потому что я сам не верю, что говорю это, но к первому Тору, на минутку, одному из самых душных фильмов киновселенной вообще, подвезли чуть ли не самую яркую рекламу первой фазы КВМ. От неплохого ролика для Пеппер с еще одним коме у дяди Стэна, до кадров с неубиваемой Акурой, она к нам еще вернется, и даже рекламы с Кевином Смитом. На минуточку сразу стендап комика, режиссера уже мемных клерков, спорного сценариста комиксов и просто мемного дядьки, который каждый раз платит от очередного мультика Марвелл в кино. Одним словом, гик. Что-то грядет. Марвел Экспириенс. Марвел Экспириенс. Твоя очередь спасать мир. Кто посмел перейти дорогу Мстителям? Это Локи. Погодь, я забыл свой щит. Он остался у мамы. Эй, я здесь. Вперед, ребят. Привет, мам. Мы ищем Локи. Тогда вам лучше обернуться. А вот и та неубиваемая Акку Райс Тора. Рекламировалась она еще и перед прокатом Мстителей. Поверните чуть правее взрыва. Двигайтесь вдоль ударов молу. Поворачивайте. Поворачивайте. Поворачивай, поворачивай, поворачивай! А свернули мы прямиком на аллею целой подборки милых скетчей с Локи. Я Локи из Асгарда. Я Диана из Нью-Джерси. Хотите большего? Вечер вторника. Уже сегодня. Мы точно подружимся, все нормально. Кто лучший супергерой? Тор или Локи? Тор! Почему вы говорите так? Потому что он управляет молниями и громом. А еще у него большой молот. И иногда он бьет своим молотом по земле, чтобы все плохие парни упали на землю. Просто потому, что он настолько силен и может даже... Видишь, кому нужен молот? Я столкнул тебя голыми руками. И вообще, хватит быть милыми, просто чтобы быть милыми. Ты противный. У кого есть братья или сестры? А у меня. А у кого только братья? Нет. А кто дрался с братом? Нет, нет. Твой брат когда-нибудь заключал тебя в темницу, помешав планам глобального господства над человеческой расой в качестве их короля? Нет, нет. Мне просто надо в туалет. Тор. Царство тьмы. В кинотеатрах в эту пятницу. Да ладно. Среди вас есть приемные? Кто самый сильный супергерой? Железный человек. Нет. Банановый человек. Я почти уверен, ты его придумала. Могучий Тор. Ладно, остановимся на Человеке-Банане. Крайне милая подборка скетчей с обаятельным злюкой Томом Хиддлсоном. Хм, как же это классно. На фоне этих скетчей даже Халк, рекламирующий футбол, не так интересен. Эй, у тебя с чайной не завалялись ножницы? Неа, но Джеллен может справиться без них. Эх, Джеллен. А у тебя есть чем открыть эту коробку? Угу. И такая интеграция Росомахи мне нравится не меньше. И перед тем, как кто-то из вас начнет расписывать поминутно в комментариях, что вселенная, супергерои, Фокс, это не киновселенная, Марвел, прерву тебя, мой вспыльчивый друг. На короткое напоминание, а во-первых, в будущем коллабе Дэдпола и Росомахи уже в КВМ, а во-вторых... Ой, божечки, какая честь. Спасибо, что позвал. Так что ты там про меня чиркнул? Не, я все понимаю, типа, не самая динамичная рубрика, которую я мог придумать, но так нагло вырываться прямо посреди рассказа, это на клоуна в муд. Знаю, 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 вы пришли сюда именно ко мне. Это взаимно. Я тоже пришел сюда именно за тобой. Моя сладенькая булочка. Ты еще даже не представляешь, какой бюджет был влит в разработку моей части видео. Скажу по секрету, она полностью проспонсирована его подружкой. Проданной на черном рынке. Так, а теперь мне точно пора. Мы еще не закончили с озвучкой пенестрона в Черной вдове. Кажется, я что-то забыл. Ай, прости! Ну, спасибо, что хоть вообще могу говорить. Ладно, я очень сильно порежу его часть. Он приехал? Уже. Чем он там занят? Научным проектом. Тема детей-супергероев в моем видео будет тянуться еще какое-то время. И ладно, потому что реклама Fios выглядит ничуть не стыдно. Эй, так что там у тебя за проект? Это вулкан, сделанный с помощью... Технологии заставят почувствовать себя суперчеловеком. А выставка здесь? Мне, кстати, в самом деле интересно, почему после выхода Мстителей до определенного момента мы будем видеть детские адаптации супергероев в рекламе? Неужели это и правда как-то притягивало детскую аудиторию? Разберемся через один крайне важный рекламный ролик. Какое же прекрасное место, чтобы продать жопу. Ребята из Кинопоиска, я открыт к вашим предложениям. Ну, пожалуйста. А ведь этот человек когда-то доберется и до своей самой яркой роли. Все благодаря броской внешности и немалой харизме. Ральф Стояк, мы скучаем. Чем занят субботу вечером? Ну, из моей старой компании остался я один, так что... Планов нет. Если позовешь к кому-нибудь к Кристиной статистике, она тебе точно не откажет. Поэтому и не зову. Слишком стесняешься или слишком боишься? Слишком занят. Он что, носит очки поверх шлема? Да. Мы собираемся устранить большинство происшествий. И счет того, как они произойдут. А я думал, наказание следует за преступлением, а не наоборот. Воу, они огромные. Это свобода. Это устрашение. Вам нужно держать оба глаза во строю. Вы имеете в виду один? Не, фильм был не так. А я понемногу даже начинаю таять к этому странному стилю. Это же явно что-то веящее настроением Чиби персонажей на фоне их обыкновенных версий. Но только в реальности. О, привет, мам. Ребята, вы в порядке? Еще увидимся. Так и что ты делал сегодня в школе? Да так, математикой, спасением мира. У Кэпа был еще один забавный ролик, но только уже не с Чиби людьми. Хм, да чем вообще круто вы, Капитан Америка? Халк может крушить, у Тора есть молот. Да, Кэп просто крутой, Чубак. Че пристал? То есть ты думаешь, что мог бы навалять Капитана Америка? Он невозможно. А мы, пожалуй, на следующем. Вопросы? А вот у меня их море. Я ведь помню, как нахваливали оригинальность пиарщиков первого муравья, когда по многим городам Америки были раскиданы крохотные инсталляции с людьми-муравьями. Находя их, люди обращали внимание на логотип и отправлялись гуглить, что же это вообще такое. И, как и в случае с красивыми подкатами, оригинальность при знакомстве с муравьем зарешала и покорила уйму народа. Эта маленькость, кстати, обыгрывалась и на постерах, что к первому, что ко второму и уже даже третьему фильму. Бритвы с Мстителями и игрушки по Иреальтронам мы пропустим. Думаю, точно никто против не будет. А вот на видосике с муравьем на фите у Халка я немножко приторможу. Такова фабула. Микрочеловечек проник в лабораторию еще одного Мстителя. Мне нравится считать, что это скорее всего было по указке Ханка Пима, как и в фильме. Но только в этот раз Скотт берется за кражу не каких-то там драгоценностей или генератора отвлекающего сигнала прямиком с новенькой базой Мстителей. Есть цель гораздо глобальнее. Баночка холодной колы. Бобой. Эй, Брюс! Ты не догадываешься, что я стащил последнюю? О, ты догадался. Ники, осторожно! Ох, сделано! Ох, не так и сложно. Эй, ладно, ладно. И чего ты такой злюка? Ох ты, бедняжка. Давай сюда. Оу, да у тебя самые зеленые глаза из всех, что я видел. Бодро, приятно. Вот бы все ролики были именно такими. Или хоть чуточку похожими. И знаете, похоже, что и на нашей улице наступил праздник. Эра Альтрона, как сейчас помню, вышла очень спорной. Никто его открытую не хвалил. Да и, скорее всего, тогда фильм и правда понравился только аудитории моего возраста. А в тот момент мне было где-то лет 11. В 2015 год, похоже, пришелся рассвет качественных роликов по киновселенной. А тут и Samsung подтянулись со своей дешевой альтернативой VR-шлемом. Продолжение следует... Бобби Мартинес, 9 лет, байскаут, прирожденный лидер. Подходящий мститель? Капитан Америка. Эдди Лейси, нападающий. Силы, как у Халка. Удары, как у Халка. Подходящий мститель? Халк. Фабиан Кажелара, велочемпион. Отлично фокусируется на цели. Мститель? Соколиный глаз. Джон Флоренс, божественная прическа. Мститель? Тор. Умелая и находчивая. Мститель? Черная в два. Следуйте по координатам до точки. Шаурма? Мстители любят шаурму. Наши новоиспеченные новобранцы по одному добираются до места встречи, знакомятся друг с другом и аккуратно светят камео, на которое ушел весь бюджет после красивой графики. Лио. Вау, Мисси. Если вы сейчас задумались, о каком графоне я вообще говорю, дайте нам еще пару мгновений. Ваша тренировка начинается... Сейчас. Эдди, отложите меню. Эдди. Отложите меню. Пожалуйста, подключите ваши телефоны прямо сейчас. Здравствуйте. Добро пожаловать в виртуальную башню Мстителей. Используя виртуальную реальность, вы обретете силы самых могущественных героев Земли. Ваша миссия... ...стать Мстителем. Халк. Классный бицепс. Ну что, нравятся новые способности? Играет. Посмотрим, на что ты способен. Халк, крушить! Вы устраиваете беспорядок. Оу, простите. Это удивительно. Вау. Это щит. О, бой. Упс. Ха, я хаукай! Я думаю, что я достоин. Мстители, у нас незваные гости. У-оу. Роботы? Серьезно? Я промазал. Или нет? Почему ты продолжаешь себя бить? Время футбола! Попробуй вот этим. Попробуй вот этим. Девушки отдыхают. Поздравляю, Мстители! Сегодня вы узнали, что значит быть командой. Тренировка окончена. Да, когда в свои молочные ноль лет я увидел этот ролик, единственное, что мне хотелось как фанату движа в разноцветном трико, это стать одним из Мстителей. Представьте мое удивление, когда мне только что показали, как именно можно стать одним из величайших героев Земли. Подходящий Мститель — Черная Вдова. Фанаты Мстителей — общий сбор. Кстати, о Черной Вдове. Еще в 2015 году, после той же Эры Альтрона, очень много шуток ходило насчет того, что есть фильмы почти о всех Мстителях. О Железном Человеке, есть о Халке и Капитане Америка, да даже о Торе есть. Прости, пупсик, еще не время. Но нет даже намека на кино о Черной Вдове. Так вот, на одном из вечерних выпусков Saturday Night Live нам все-таки представили свою версию трейлера фильма о Вдове. Вы любите фильмы Марвел? Мстители, Эра Альтрона, Тора, Капитана Америку, Железного Человека. Но вам интересно знать, почему нет фильма о Черной Вдове? Неужели Марвел не знает, как снять фильм о девушке-супергерое? Расслабьтесь, в 2016-м в Марвел появятся женские сольники. В том, что касается жизни в большом городе, у Черной Вдовы было все прекрасно. Найду того, кто изобрел каблуки, оставлю злобный отзыв. Огромная квартира, прекрасные друзья и стажировка в Fashion Weekly. Где новенькая? Простите, я уже здесь. Кожа с глубоким вырезом? Снимай. И на обложку нашего журнала. В жизни Черной Вдовы недоставало лишь одной детали. Любви. Здравствуйте, я Альтрон. Черная Вдова. Может, по кофе? У меня сейчас нет времени на парней. А как насчет роботов? Ну и, кто этот счастливчик? Почему ты вечно думаешь, что дело в парне? Тор. Дорогуша, ты заправляешь кетчупом кукурузные хлопья. От Marvel Studios и сценаристов 27 платьев история супергероини и ее суперромана. Пенис активирован. Не знаю, Вдова. Мне кажется, ты торопишь события. Он про тебя хоть что-то знает? Например, твое любимое блюдо — мороженое. Кстати, твоего бойфренда показывают в новостях. И робот по имени Альтрон свернул автобус в здание Fashion Weekly. Не завидую я его подружке. Альтрон приносит свои пламенные извинения. Что ты натворил? Ты же знал, как мне была дорога эта работа. Прости. Ты хоть знаешь, какое мое любимое блюдо? Пицца? Спасибо. Для Черной Вдовы любовь может оказаться сложной. А еще она может быть невероятной. Куда ты ехать? Париж. Франция. Но если ты ехать в Париж, кто помогать Халку есть мороженое? Черная Вдова. Эра для меня. Марвел. Мы понимаем, девушки. Приятно осознавать, что где-то есть люди, которые с иронией относятся к своему делу и могут, по сути, переснять фанфикс форумов на серьезных щах. Хочу так же, блять. Еще к Ариальтрона подтянулся концерн Рено. В ролике автомобиль оранжевого цвета 21 века мчит на перегонки с Халком прямо до места падения сбитого спутника. О чем нам и говорит репортер. Халк, правда, оказывается чуток быстрее, но это никак не мешает рекламке получить медальку за классный графон. Стэна Ли с нами нет уже несколько лет. Можно очень долго перечислять его заслуги не только в создании всего контента, из-за которого вы со мной вообще познакомились, но еще и продолжать нахваливать все медиа, где дядя Стэн успел побыть закадровым рассказчиком. Появление Стэна всегда приятно дополняло картину какой-нибудь игры, когда оригинальный автор Человека-паука добродушно делится с тобой историями о его приключениях, только уже не в формате 20-страничного журнала. И каждая наша такая встреча с дядей Стэном в играх бесконечно греет мне душу. Поэтому я, правда, удивился, когда, отсматривая материал, услышал такой родной и теплый голос. Да, мы договаривались пропускать рекламу игрушек, но тут исключительный случай. Бла-бла-бла-бла-бла, да сколько можно? Ха, вот и мой блог. Не, ну это уже личное. Я не знаю, откуда у него столько уверенности, особенно когда реклама шоколадных батончиков вызывает чистейший испанский стыд, или может он гордиться обучалкой по тому, как правильно трогать себя ниже пояса? Ох, бля. Джентльмены, что вы вообще знаете о своем мешочке счастья? Я уверен, ты точно роешься внизу чаще, чем хотелось бы твоей маме. Но пора уже уделять больше внимания любимому занятию, потому что этот пакет с фасолью, подпрыгивающей у тебя в руке, может попытаться убить тебя. Что? Да, рак яичек, самая распространенная форма рака у мужчин в возрасте от 15 до 35. Пришло время дать ему отпор. Возьми обе свои мужские ягодицы, или как я люблю их называть, гладкие ягодицы, по очереди между большим и указательным пальцем. Слегка покрути их, но не разводи панику, ты здесь на задании. Тебе также нужно проверить и трубки сзади. Это семенной канатик и предаток яичка. Но я уверен, что это знал без меня. И если в какой-то момент ты почувствуешь необычную шишку, изменение размера, или что-то еще, то не забывай на это как ссыкло. Наберись мужества, и поговори со своим врачом. Все остальное не вариант. Проверяй этих плохишей хотя бы раз в месяц после души или ванны. Так что в следующий раз, когда заглянешь в раздел сексуальных салатов, не забудь подправить помидоры, прежде чем сойдешь с ума по огурцам. Ха, каламбур на каламбуре. Ладно, это было хоть сколько-то полезно. Хоть ты и тот, чем мудак. В интернете есть еще и женская версия этого ролика, но за одни только иллюстрации мне спокойно может прилететь 18+, какие бы каламбуры я тут не вписывал. Так что извините, но как-нибудь в другой раз. Например, на Бусти. И вот вы ближе, чем когда-либо. Дэдпул на Блю-Рэй поможет вам стать ближе в любое время. Спросите своего врача, достаточно ли здоровое у вас сердце для Дэдпула на Блю-Рэй. Если вы испытываете боль в суставах, легкие ушибы, рвоту или стул глинистого цвета, немедленно прекратите смотреть Дэдпула. Если у вас выпадают волосы, появляются кожные язвы и раздражительность, возможно, вы на самом деле Дэдпул. А если вы испытываете эрекцию, длящуюся более четырех часов, добро пожаловать на Блю-Рэй и ДВД. Если с переносом Дэдпула в киновселенную все плюс-минус ясно, персонажа оставит таким же, каким он был во вселенной Фокс, потому что это и самый вселенный Фокс Дэдпулу касался почти... никак. Ему даже денег на каст Людей Икс не выделяли. То вот другим героям вселенной Фокс, например, самим Людям Икс, придется уже не сладко. Логана точно не зарекастят, Чарльза Ксавье уже успел сыграть Патрик Стюарт, причем это вообще версия из мульта 90-х, продолжение которого тоже уже анимируется и готовится к выходу на Дисней Плюс, но основным людям Икс в КВМ вполне возможно грозит полное переосмысление и освежение, даже вспоминая остановление Камалы Хан, оказавшейся мутантом. Камала, есть что-то еще? В твоих генах? Вроде... Вроде мутации. Иксы мне никогда особо не были интересны, и не могу сказать, что буду скучать по какому-то из актерских составов, но точно буду скучать по лету 16-го года, которая сопровождалась песней группы Еврифмикс Sweet Dreams. После выхода Люди Икс Апокалипсис, мы не только разбирали на мемы кадры с Артутью, но и засматривали до дыр сцену спасения школы Ксавье. Так вот, рекламные ролики тоже частенько заигрывали с декорациями школы и скоростью Артути. Иногда быть одаренным не кажется подарком. Кажется, вас никто не понимает. Иногда даже боятся. Разве не было бы здорово больше не прятать свои дары? Привет, я Джибели. И совсем недавно я тоже была этим подавлена. Но потом я узнала о школе Ксавье для одаренных детей. И все изменилось. У Ксавье вы встретите учеников и даже учителей, которые проходят через то же самое, что и вы, и прекрасно вас понимают. Под руководством всемирного известного генетика Чарльза Ксавье вы научитесь управлять своими способностями, а также получите образование и нужную подготовку, необходимую вам для жизни в быстро меняющемся мире 1983 года. Так зачем же томиться в одиночестве, когда здесь можно найти много замечательных новых друзей? Школа Ксавье – необычная школа, потому что... Спасибо, Джибели. Ты была права. Ты замечательная. Давайте посмотрим правде в глаза. Вы необычный ученик. Опять заняли весь трафик? Фигово. Он постоянно медленно грузит. Нам нужно... Нам нужно... Немного ускориться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я хотела сказать, что нам нужен Скайфайбер. Даже тебе его не обогнать. Уверен? А теперь... Берите больше от своего интернета. Переключитесь на Скайфайбер. Неплохая попытка ртуть. Было еще что-то такое... О, ММДМС! Можно мне одну? Прости, Шторм, берегу на черный день. Вы его слышали? Он нас на черный день бережет. Да, это точно черный день. Но больше забавляет ролик с наркетиком. Сегодня мы разберемся с апокалипсисом. Ртуть, на пару слов. Да-да. Мы тебя заменяем. Вы заменяете меня мной пищем вещь. Он просто чуть лучше спасает мир, чем ты. А он может вот так? А? Это Клеопатра? Да, это Клеопатра. Первый капитан Противостоянская война в 2016-м очень громко конкурировал с Бэтсом против Супермена. Как сейчас помню, что с моими школьными друзьями обсуждали, кто кому наваляет. Бэтмен или Супермен. Тогда, кстати, многие из моего окружения вообще впервые узнали, что у Супермена есть слабости. Но больше интереса во мне подогревала мысль, что Железный Человек что-то не поделит с Капитаном Америка в мае. И ради этого даже пришлось втянуть в разборки Человека-паука. Что они не поделили на самом деле, все куда проще. У меня даже заваляло записи за кулис. Добрый. Эванс. Дауни. Это последний пончик с красно-синей посыпкой. Что я тебе говорил, произойдет, если ты стащишь последний пончик. Что все зайдет гораздо дальше. Но сдается мне, что это будет вроде «с небес порется ривень из адского огня». В точку. И вот он, я стою перед тобой без зонтика. Я чувствую раскаты надвигающейся грозы. Погодите, если мы это не переиграем, я отменю пресс-тур. Конфликт двух лидеров. Это мы уже видели. Куда важнее оказался вопрос, а где во время супергеройских разборок в аэропорту вообще были главные громила команды и бог грома? Да и на чьей стороне они бы тогда были? Что ж, перед выходом «Рагнарёка» нам дали довольно четкий ответ. В каком-то из креативных отделов Marvel Studios додумались снять 15-минутное пояснение в формате Макьюмента Реатория. Если вы зачем-то хотели узнать, как бы смотрелась киновселенная Марвел в стиле сериала «Офис», то получается как-то так. Я думаю, мне нужно было отдохнуть. Мы прожили классное приключение и спасли землю. И я был этому очень рад, но мне нужно было немного побыть одному. Поэтому я поехал в Австралию и заселился к Дэрилу. Привет. И вот мы здесь. Это хорошая квартира, как ты видишь. И мы хорошо с ним ладим. Я думаю, я просто хотел быть среди обычных людей. А Дэрил – обычный парень. Так что всё получается хорошо. Оказывается, наш бог Грома всё это время отдыхал среди землян. И почему-то был не в курсе новостей. Даже богу Грома не чуждо выгорания. Оно и понятно – тысячи лет участвовать в самых разных войнах, при этом оставаясь неопытным идиотом. А тут у меня Мёльнер. Сейчас он спит. А тут я кое-что копчу на солнце уже несколько недель. Почти готово. Вкусняшка. А вопрос – что такое Камни Бесконечности? А тут вся информация, куча идей, всякие мелкие зацепки повсюду. А кто этот чувак в летающем кресле? Фьюри и что он скрывает? И настоящее ли это имя? А это просто Мёльнер в очках. А на случай, если его радужный мост слепит, бывает такое. А если поднять так? Что у него в руке? Я. Но почему же на самом деле ни Халк, ни Тор не участвовали в гражданке? Всё просто. Ооо, мне вообще никто не звонил. Где-то мы уже это слышали, да? И если у Тора, по его мнению, уже собрана своя команда из него, Дэрила и, возможно, Халка, то у Дэрила есть своё мнение на этот счёт. Бог Грома прочно присел на шею работяги. Мало того, что Тор пытается откупиться от него асгардскими монетами, так ещё и жизнь с асгардцем доставляет Дэрилу немало неудобств. Так что Дэрил собирает свою команду, куда зовёт Тивана. Но и у Грандмастера оказываются высокие требования. В связи с гибелью его телохранителя, Тивану не чуждо компенсирование, и наш Грандмастер Бит пытается заменить его кем-то другим. Вот, кстати, и пояснение, зачем ему вообще нужен в команде Дэрил. Так понемногу Дэрил сходит с ума и начинает задумываться о плане по захвату Земли. Всё настолько серьёзно, что они с Тиваном даже сняли ролик обращения. Народы, народы планеты Земля, зовите меня Грандмастер. Я стану вашим правителем. Позвольте сказать, что те, кто сопротивляется мне, расплавятся. И это моя плавильная палочка. Чуть позже Колбастер и Дэрил ещё попытаются собрать свою группу и сблизиться ещё больше. Но главное, что мы узнали, где на самом деле были Тор и Халк во время Гражданки. Куда глубже оказывается тема развлечения детишек доктором Стрэнджем. Я только сейчас понял, как это странно звучит. Если мы не исполним свой долг. Чем вы тут занимаетесь, кроме воздушных шариков? Оберегаем вашу реальность, Остряк. Если вам тоже было интересно, к чему вообще Эбонимо произнёс вот это... Что ж, дар занятный. Но так детишек поразвлечь. ...то я вас сейчас немножечко удивлю. У почти каждой реплики в киновселенной есть какой-то подтекст или задел на будущее обыгрывание в следующем фильме. Так и шутки про детишек тянутся ещё с ролика, снятого для ночного шоу Джимми Киммела к первой части Мистера Доктора. Да вы, должно быть, шутите. Где его носят? Привет, я доктор Стрэндж, мастер магических искусств. Прости за опоздание, пробки здесь невероятные. Сейчас полчетвёртого, ты должен был приехать к трем, я не буду тебе платить за упущенные полчаса. Я тоже рад тебя видеть. Наболтались вдоволь, теперь покажи мне демонов. Хорошо, вот они. Я не понимаю, они одержимы. Можно и так сказать, они съели уже 50 кексов. Всё нормально, сейчас я их уничтожу. О, нет, 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 не уничтожай, просто достань кролика откуда-нибудь, покажи пару фокусов. Кролика? Да, я думаю, произошло недоразумение, я не показываю фокусы. Не показываешь фокусы? Нет. Тут чётко говорится, самый могущественный маг во вселенной. Ну знаешь, все немного преувеличивают в профиле, разве нет? Ты на свой посмотри. Джимми Кеммелу, самый любимый американский ведущий ночного шоу. Это ведь правда, чё не так? Уверен. Эй, милое жерелье, это ручная работа? Не трогай глаз Агамота, идиот. Прости, я не думаю, что у нас получится что-то разумное. Лучше я найму на эти деньги губку Боба или ещё кого-нибудь. Спасибо, что зашёл. Сколько? 150 долларов. Погодь. У меня есть идея. Ты полный отстой. Угу. Следующий. С днём рождения тебя. А где Маркус? Маркус? А, он пошёл домой. Он исчез. Хочешь домой за Маркусом? Сиди тихо. А ещё хочу вас познакомить. Это ящерка Гейка. Маскот одной известной страховой компании. Но главное, что начиная со вторых стражей, Микро Коннорс будет и дальше мелькать в рекламе КВМ-фильмов. Так, позже он заглянет ещё и в ролик по Войне Бесконечности, и даже щёлкнет самой перчаткой бесконечности в ролике к финалу. Но больше ничего особо интересного с ним не произойдёт, поэтому я так смело забегаю наперёд. Кто знает, может быть спустя время, когда я вновь вернусь к рассказу о рекламе киновселенной, Гейка успеет вписаться в приключения Мстителей ещё разочек. И кто бы что ни говорил о Джеймсе Ганне, про перебор с сортирными шутками во вторых стражах, про духоту первых и странные ходы в организации киновселенной DC. Закавила, кстати, советую объясниться мистер Ганн. Но никто не будет отрицать, как чутко Ганн умеет прописывать персонажей и работать с атмосферой. Например, его стражи, где бы они ни появились, уже прописаны как семья и пропитаны вайбом рок-музыки 80-90-х. Поэтому даже рекламу к ним надо снимать аутентичную. Вот и к выходу вторых стражей на Плю-Рей вышел ролик, стилизованный под старые рекламные ролики видеомагазинов, с этим броским кассетным эффектом и простенькой анимацией уплывающего текста. Простые, но какие же, чёрт возьми, рабочие фишки. А ещё, как и в прошлый раз, мне попался ролик с паучком, который я просто не представляю, в какой контекст можно вписать. Короче, паучок разыгрывает людей в кофейне, но я бы не взял этот ролик себе в видео просто так, если бы мне удалось дотянуть к себе дядю Стэна и поставить неплохой переход. После успешных поисков семьи во втором фильме, у Уэйда остался ещё один небольшой незакрытый гештальт. Ты слышала, как Беком говорит? Будто отсосал у баллона с гелием. Ну, прости. Мои извинения. Мне страшно жаль. Очень-очень жаль. Билеты на чемпионат? Скорее бы не посмотреть Италию против Нидерландов. Ну вот как на тебя злиться? Обнимашки. Ну иди сюда. О, боги, наконец-то. Как же приятно. Пахнешь? Отвал башки. Горечкой и мужеством. Только не отпускай. Нет-нет-нет, отпущу ещё как. Отпустим эту обиду вместе. Как же хорошо. А, ну ладно. А за что ты вообще извиняешься? Ну как, за сцену из Детпола, где... Про голос? Не припоминаю. Подожди, а ты думал, за что я извиняюсь? С чего бы начать? Зелёный фонарь, призрачный патруль, вне себя. Кошмар. Блэйд троица. Их поменяли мозгами. Да это был шедевр! Дэвид, ну прости. Погорячился, потерял контроль, раскричался. Открой, пожалуйста. И раз уж я заговорил об открытых, но не раскрытых темах, помимо темы сисек, конечно же, Дэдпул снялся ещё и в рекламном ролике для Канады. Странной, в сторону которой он частенько отпускал голкости. Да и о благотворительности Уэйд тоже не позабыл. Эй, пухля патлатая, куда спешим? Я приложил куда больше усилий, чем ты говоришь. Да и Росомаха у меня был. Мелькал далеко не один раз. С этого момента помедленнее. Ладно, помимо второсортненьких роликов, Рейнольдс всегда любил не только своего персонажа, но и запариваться с ним. Ран частенько звал Джекмана в свой скидч, например. Но куда больше удивляет, что ещё в пятнадцатом году, за год до первого фильма, Рейнольдс разгонял пиар-кампанию у себя на ютуб-канале в образе Дэдпула. Возможно, вы удивлены, зачем я собрал вас Дэдпула, но это только для того, чтобы объединить силы, став командой. Теперь... Скольким из вас приходилось убивать? Какого хера? Эта команда сосёт! Как нам тебя зовут? Рейбен, подойди-ка сюда. Окей, Стиви Вандер, какая у тебя суперсила? Стреляет лазерными лучами из глаз. Реновия суперсилы не придумаешь. Чувак, ты не в команде. Ладно, шучу, ты в команде. Нет, ты не в команде. Иди сядь нами. Ты кто? Росомаха. Мне нравится. А тебя я вижу рано по берта на канал. Как сильно? А разве ты не был зелёным фонарём? Ты бы на себя посмотрела. Этот костюм похож на лепрекона, трахнутого мультяшкой. Мистик, упала я от жалоства отбрала. Сторм сюда. В чём твоя сила? Управляю погодой. Ты можешь контролировать погоду. Ага. Как Элл Рокер. Сколько пальцев я показываю? Ни одного. Вопрос с подвохом. Ни одного. Иди на место. Отбивайся, мелюзга! Защищайся! Я думаю, Дэдпул просто бухнул. Мы будем бороться с преступностью. А может, совершим, блядь, небольшое преступление? Подержи-ка. Иии, поехали. Иии, ещё чуток. Я очень хочу, чтобы ему снова зашили рот. Вы уже готовы выйти в мир и хотите надрать мелкие задницы. Это волшебная клятва Люди Икс. Раз, два, три. Ладно, ребятки, фото на память. Смотрите вперёд. Только вперёд. Не оборачивайтесь. А ещё Дэдпул не забывал и об отсылках к Бобу Россу. На записях которого, похоже, когда-то вырастал и сам Уэйд. Хоть и без подколов насчёт наркотиков в сторону Росса не обошлось. Я рад снова вас приветствовать. Спасибо, что заглянули. А теперь начнём и первым делом перечислим все цвета, с которыми будем работать. Как видите, я уже натянул холст, он загрунтован и готов к работе. Итак, берём старую добрую кисть в 50 миллиметров. Хорошенько стряхнём с конца, как деньги из должника выбиваем. Наберём немного жёлтого снега и смешаем с капелькой белой горячки. Дальше рисуем яркое радостное небо. Помните, это ваш мир, и в нём действуют ваши правила. Крошка Иисусик. Прям таки манит проделать лицом дорожку в этом рыхлом снежку. Вдохнуть опьяняющей радости жизни. Ах, кокосик, любовь моя. Жизнь моя. Портрет пейзажен, как же я обсажен. Ну, ладушки, а теперь нарисуем пару славных деревцев. Эти ребята, кстати, отличные друзья. Вот вам ещё урок. Краски есть нельзя. Поверьте на слово. Ну что, ещё разок стряхнём с конца, а? Вот так. Ой, хорошо. А вот и готовый шедевр. Прекрасный образец современной живописи. Ну что ж, от нашего стола вашему столу сухих вам штанишек и влажных снов. Обнимашки спасут мир. Всем постам. Нарушитель скрывается на автомобиле марки Hyundai. Добавлю эту рекламку в копилку моих любимых. Даже не спрашивайте, по какой системе я вообще буду её оценку. Вам всё равно не хватит денег. А вот Hyundai хватило. И хватило не только на ролик с Осой, но и на проездочку под брендом Войны Бесконечности. Но с условием отсылки к продающемуся комиксу по фильму. А у меня, кстати, был ролик о комиксах по фильмам. У-у-у. Но Егор слишком задолбался переводить шаблонные фразы, поэтому сейчас вы слышите мой гуньёж. И раз уж вы смотрите этот ролик на канале, когда-то посвящённому Человеку-пауку, а в прошлый ролик я уместил, как оказалось, далеко не все коллаборации Паучка, то вот и повод немного наверстать у Пуучиной нарисовался. С тех самых пор, когда я ещё был ребёнком из Брухлина, я обожал Человека-паука. Я читал комиксы, у меня был ланчбокс с ним, я спал на подушке с Человеком-пауком где-то до самой свадьбы, наверное. И теперь сны, что снились мне на этой подушке, притворятся в жизнь, ведь 2 июля я стану частью фильма о Человеке-пауке. Большое спасибо. Обычно, Марвел держит в секрете кадр со съёмок фильма, но в этом случае они почему-то были не против того, чтобы я показал эту эксклюзивную, расширенную, величайшую сцену из Человека-паука вдали от дома. Привет, Джо, я за вещами. Эй, Питер Паркер, мой клиент номер один. Уже четвёртый раз за неделю. Да, ну знаешь, просто люблю химчистку. За это я тебя люблю. Всем этим миллениалам плевать на химчистку. У них есть стиралки. Это отвратительно, если честно. Печально, это очень печально. Где там твои вещи? О, это же твоё, да? Да, это моё, большое спасибо. Слушай, пацан, мне... Не мне, конечно, копаться в твоём грязном белье, но можно задать вопрос? Да, конечно. Почему ты чистишь свою пижаму каждые два дня? Потому что я... Много потею во время сна. У меня потный синдром. Ты потняшка, Бетти. Именно, всё так. У меня брат был такой же. Правда? О, да, был прям как лужа. Он спал на втором ярусе кровать, и на меня всю ночь капало. Отвратительно. Да, не очень. А что насчёт дыр? Да и дыры? Да, дыры. Выглядит так, словно механическая клешня осьминога оторвала кусок ткани. Но это вообще легко объяснить. Это всё... Моль? Моль. Огромная моль. Слушай, я что-то маску не вижу. Она не у тебя? О, Кони, где его маска? Под прилавком, тупица. Под... А, понял. Понял, вот она. Это твоя, да? Это маска Мэта. У меня с белыми глазами. А, да-да-да-да-да-да-да. Вот она. Это маска Уэйда. Белые глаза с... О, нет, это маска Уэйда. Окей, мне плевать. Красная, небольшая такая. Белые глаза. Да, она, спасибо, спасибо. Отлично. Срочные новости. Герой Нью-Йорка, Человек-паук, днём вмешался в аварию на Бруклинском мосту и спас автобус, полный пожилых людей от неминуемой смерти. Благодаря усилиям героя в маске, все 35 пассажиров автобуса в целости вернулись домой. У этого чудика из телека такая же дурацкая пижама, как у тебя. И правда? Эй, я понял, что к чему. Ты... инфлюенсор. Где именно, Инстаграм или Снэпфейс? Снэпфейс. Да. Кони, он в Снэпфейсе. Ууу, люблю Снэпфейс. Слушай, можешь небольшую рекламу сделать? Конечно. Не вопрос. Ты точно самый лучший и самый доверчивый работник химчистки во всём Нью-Йорке. Так все говорят. Так все и говорят. Завтра увидимся, пацан. Да, до завтра. О, эй, и скажи там Бэннеру, чтобы он нашёл штаны побольше. А то рвёт их как безумный. Он просто злится, но я попробую. Я тут чудеса не творю. Нет, творишь, Джо, ещё увидимся. Спасибо, пацан. Эй, Кони. Займёмся любовью в кладовке? Хорошо, Джо. Спасибо всем, я тоже очень доволен с собой. Спасибо. Когда-нибудь я запарюсь ещё больше и сделаю видео конкретно о таких оригинальных коллабах. Ну а пока нагоняем ролики по финалу. Мне всегда было интересно. Вот в супергеройских фильмах, будь то Человек-паук или Бэтмен, мы всегда наблюдаем за событиями от лица главного героя. Ну или вернее за тем, как он решает возникшую проблему, спасая город. Я ж не один задумывался, а чё делают обычные гражданские в это время. Так вот, когда в Войне Бесконечности Манхэттен атаковал корабль Таноса, это только с виду люди наводили панику. На самом деле, жители острова не сказать, что были как-то особо удивлены. В ближайшие 23 часа наблюдается загруженность улицы. Пришельцы? Снова? Шут перестроен. Невероятно. Эй, Гугл, сделай селф. Эй, Гугл, плейлиз для концентрации. И такую спокойную реакцию, правда, можно понять. Типа, мы живем во вселенной, где каждый четвертый из нас супергерой. В городе под охраной, как минимум, Мстителей, Человека-паука и Дардевила. В городе, на который уже нападала армия Читаури. В городе, который наизнанку выворачивала древняя Эй Стрэндж. Какой-то летающий пончик нас в самом деле должен напугать? Да не смешите. После финала, последним фильмом третьей фазы киновселенной стал Человек-паук вдали от дома. Ролики о котором мы, опять же, разбирали в прошлый раз. И затишье продолжалось, вплоть до выхода Ванда Вижна на Дисней Плюс. Спустя аж полтора года. За 2020 год и правда не вышло ни одного фильма киновселенной. Сами знаете почему. Хоть изначально и планировалось все-таки выпустить летом Чёрную Вдову. Но кинотеатры еще долгое время были закрыты, а фильм перенесся на следующий год. Пока где-то в стенах съемочных павильонов Атланты уже уверенно клепались сразу несколько пробных сериалов для Дисней Плюс. И первым вышел интригующий Ванда Вижн. Весь сериал пропитан отсылками к самым разным эпохам телевидения. От референсов в заставках... До визуальных каверов на старую рекламу. Которая, кстати, была контекстной и отражала травмы Ванды. Интересные концепты, согласитесь? А из рекламы нашей реальности мне снова приглянулась пачка видео Хендай. И почему это золотой век телевидения, если всё чёрно-белое? Причём они закупили рекламу сразу к четырём первым сериалам. Тут же мелькнул и Локи. Если вы живёте на время, взятое в долг, обязательно ли его возвращать? Но Хендай разъезжал Торы, что если... И новый Капитан Америка не остался в стороне. Руки вверх! И почему крича «руки вверх» мы имеем в виду «пригнись»? И, кстати, новый Капитан пересёкся с тем самым Нубмастером 69 из финала в рекламе Xbox Game Pass. Что за Нубмастер? Помните, в финале, пока ракета доставал из запоя Бога Грома, друг Тора Корк играл в Fortnite союзником под ником Нубмастер69. Было даже время, когда эту сцену Артём Катакрап на полном серьёзе разбирал со стороны пасхалок и философских значений. Всё-таки важный сюжетный аспект. Его ник переводится как «Властелин Нубов 69». Этот ник состоит из слов «нуб», то есть «новичок» и «мастер», то есть «властелин» и числа 69. Можно заметить, что 69 — это своеобразный символ цикличности, как ин-янь или уроборос, часто появляющийся в киновселенной. Тут же держим в голове, что почти каждая реплика в КВМ будет иметь какие-то последствия, и вот Нубмастером69 оказался паренёк из магазина во втором капитане. Если что-то понадобится, с вами был Аарон. Спасибо. Мой игровой ник — Нубмастер69. Это мой козын поставил. Если мы сейчас пропустим филерную рекламу «Чёрной вдовы» в коллабе с БМВ, то попадём на испанский стыдную рекламу «Олдспайса» с героем фотостоков. И мне даже не верится, но настало время закрыть тему Дэдпула, роликом, который открыл тему Дэдпула в киновселенной. К выходу главного героя с Рейнольдсом в главной роли, герои вселенной Фокс уже были выкуплены Диснеем, и Райан, на пару с Тайкой Вайтити, решили убить сразу двух зайцев одним видосом. Дэдпул контактирует с персонажем из киновселенной, оставаясь собой в своём костюме из вселенной Фокс. Да ещё и реагируя с коргом на трейлер нового фильма с собой. Интересный ход, но даже это ещё не всё. В самом главном герое есть момент, когда парень, так зовут главного героя, сражается с более сильной версией себя, при этом используя самые разные гиковские орудия. Световой меч, гравипушка из Half-Life, портальная пушка из Portal, но нас интересует другой момент. Да, прикиньте, это коллаборация в кубе. What the shit? Хоть и исходя из авторских прав, она, по сути, в квадрате, но неважно. Я бы с удовольствием остановился на станции Нет Пути Домой. Но, увы, даже спустя год интересных рекламок по НПД не выходило. И ладно, потому что уже спустя четыре месяца мы отдыхали душой под A Man Without Love и Шизо Мотивы Лунного Рыцаря. Один из моих любимых сериалов КВМ, кстати, наряду с Хоукаем и Локи. Возможно, когда-нибудь я всё же соберусь и посвящу им по отдельному видео, но не торопите меня, я рекламки год делал. И что, мы так будем тусоваться здесь, пока сериал не выйдет? Расслабься, окей. Оказывается, они действительно относятся серьёзно к этим спойлерам. Я не знаю, мне кажется, там действительно есть что сказать о нашем шоу, например, как... Стивен, Марк, Мистер Найт. Ты не можешь сказать ничего из этого. Да, но могу сказать, что там... Эй, это буквально то, почему нас никогда отсюда не выпустят. Ребята, у кого-нибудь ловит связь? Wi-Fi, TG? Как-то так. Немного не так. Я не учитывал ветер. Информация, которой можно делиться, говоря о лунном рыцаре. Ладно. А уже после египетских приключений нас посетил старый добрый дядя Сэм со своим видением сиквела Стрэнджа. И, о май бог, ребята, я скучал по стилю этого чертяги. Мне так сильно запал в душу второй странный доктор, что я сходу поставил ему 8 из 10, хоть и позже снизил оценку до 7. А эмоционально он так и вообще окупился на твёрдую девяточку. Надо тебе почистить, пока Стрэндж не вернулся. Проходи. Погоди, погоди, погоди. Мы можем это исправить. Давай же. Имей совесть, ты спёр мой сэндвич. Посмотри на себя. Попался. Ладно, идём. Нет? Все в порядке, я с тобой. Ты мне должен сэндвич с тунцом. Ну посмотри. Это ужасное пятно. Клубничный джем. Или малиновый. Нет, всё-таки клубничный. Или вообще мармелад. Неважно. У меня есть одна штука. Странно. Забавно же, что за 18 лет до того, как Рэйми выпустит фильм о мистере докторе, он уже делал оцелку к Стивену в Человеке-пауке 2. А назовём его как? Ээээ, доктор Осьминог. Что за дерьмо? Эээ, доктор Странный. Неплохо. Но такое уже есть. Просто прикиньте, какое крутое у него судьбы чувство юмора. Что спустя одно совершеннолетие, Сэм делает отсылку к Человеку-пауку уже в фильме о Докторе Стрэнджа. Близкое знакомство в результате недавней истории с Человеком-пауком. Эээ, в смысле? С Человеком, но с паучьими способностями. Отсюда и имя. Фу. И выглядит как паук. Классная цикличная история. У дублеров очень строгий отеческий кодекс. Поэтому, как бы хорошо я ни копировала Элизабет Олсен, я никогда не использую этот трюк. Например, на Бенедикте. Бенедикт, это я, твоя подруга, Элизабет Олсен. Эй, Лиззи, привет. Ты в костюме? Я люблю Марвел. Кстати, знаешь ли, кто был подреколепным дублером Доктора Стрэнджа в следующем фильме? Хлоя Файмон. Бенедикт? А что тут происходит? Я думал, что говорю с тобой. Нет, вот это я. Нет, это я. Я это я. Я тоже я. О боже мой. Мультивселенная, реально. После Стрэнджа наступила черная полоса для рекламы в КВМ. Ни к Мисс Марвел, ни к Ши Халк, ни уж тем более ночному оборотню не выходило никаких роликов. А ведь многое можно было придумать. Зато их просто по горло навыпускали к четвертому Тору. Ужасно однообразные, прилизанные ролики, которые с огромным удовольствием я пропущу мимо ваших нежных ушек и глазок. Но если ты все-таки настойчиво говоришь желанием их увидеть, пожалуйста, перевзвесь приоритеты в своей жизни, то реклама, что не попала в ролик и была хоть сколько-то переведена или даже озвучена, уже понемногу заливается на мой бусти. И даже больше. Некоторые ролики мы продолжим озвучивать и заливать на тот же бусти после выхода этого видео. Просто они не так интересны, и им не нашлось места у меня в видео. Если шо, я сейчас не о рекламе Тора, хе-хе, не-не-не-не, за такое деньги надо брать с меня, а о стоящих, но немного скучных роликах, которые могут тебе прийтись по душе. Итак, реклама бывает разной. Вписав эти слова полтора года назад в заметки по дороге домой в тесной летней маршрутке, я даже не догадывался, куда меня заведут мои идеи. Любимое хобби обрело смысла больше, чем изначально казалось возможным. Целых 15 тысяч крутышек нашли в себе отклик от бреда в моей голове, и я совру, сказав, что этот год был замечательным. Конечно же нет. Он выдался тем еще говнищем. Но люди, которых я нашел в этом году, не позволяли ему таким казаться. И да, вас я тоже имею в виду. С вами мы не только приятно коротали время на стримах, где меня все-таки удалось развести на вебку... Так, ну я сломал его, и... Ты опять упал? Ну и не давали заскучать друг другу во внестримовое время. И я сейчас не только о своем паблике, но и о миллионе диалогов с вами в личке. Вы крутые и безумно ценные человеки. Если шо, все участвовавшие в озвучке ролика были предупреждены, что вписались в кринжатуру, которую увидят десятки тысяч человек. Поэтому все нормально. А потому огромное спасибо Борису, МСДМС и База Мемов, тут как удобно. Никите Пеху с канала Джона, Вестлу, Сирене, моему любимому Лешпаку, Максиму Эмосыкс, Шуму Симбиота, Саше Сканера, Спай Десанте, Илье Брайку и Пирогу. И отдельная благодарочка моим солнышкам Лене и Вике за озвучку всех женских персонажей в этом видео. Поблагодарить их вы можете, перейдя по ссылкам в описании на их соцсети и написав пару теплых слов благодарности. Уверен, они точно оценят. И что ж, если вы хотите увидеть третью часть рекламок по, допустим, фильмам DC, или вдруг горите желанием ускорить выход одного из роликов, а может так вообще хотите предложить тему для видео, которая нравится именно вам, то, во-первых, комментарии всегда открыты, так же как и я к предложениям. Ну и тоненько намекну, что ссылочка на донат и бусти в описании валяются не просто так. Именно там можно намекнуть мне почетче, какой ролик вы бы хотели видеть следующим, и тогда я точно подумаю, что из вашей идеи можно развить. И, конечно, даже если у тебя все еще не висят новогодние игрушки, а новогоднее настроение так и не ударило в голову, все равно оставайтесь такими же яркими, мотивирующими и бесконечно влюбленными. Дальше будет, если не лучше, то веселее, а уже потом обязательно будет лучше. С Новым Годом и до скорых встреч. Добрый вечер, мистер Са... Хуя. Ладно. Тор! Олег, Татьяна из Нью-Жерсики озвучила. Татьяна из Нью-Жерси. Татьяна, ты нарежешь, блядь. Да кого нарежу, блядь, допиши! Татьяна из Нью-Жерси. А это уже хуйня. Иди нахуй. И что, мы так будем тусоваться здесь, пока сериал не выйдет? Я Итан Нахуй Хоук. Тебе, я не знаю, что ты паришься. Тебе надо просто предъявить мне и послать, как обычно. Угу. Ну, пожалуй, ты нахуй. Эванс? Эванс? Подожди, у меня должен быть рот набитым чем-то, как у Дауни. Пончиками, только желательно нихуями. Сейчас что-нибудь притащу. Братан, ради тебя я крошу крошкой наклаву свою. А, наплохо. А если поднять так, что... А если поднять так, что у него в руке? И я. Ну, что ты ржешь? Не ржи, я просто эти... Ну, очень необычно думают, с кем ты болтаешь. С кем я, блядь? У меня шизофрения, нахуй. Сам с собой, блядь. Если позовешь... Я сбилась из-за тебя. Я... Не сдыхай, блядь. Не шевелись, там все слышно, понимаешь? Да я вроде бы за мир. Блядь, осуждаю, кстати, нахуй. Не смей это никуда выкладывать, блядь. Прости, знаешь, я не думаю, что у нас получится что-то разумное. Лучше я найму на эти деньги губку Боба или еще кого-нибудь. Ха-ха-ха, какая хуйня. С днем, блядь. Еще петь надо, пиздец. Нет, вот это я. Нет, вот это я. Блядь, нихуя себе ты, нахуй. Может, сам озвучишь? И вообще, хватит быть милыми просто, чтобы быть милыми. Раздражено мною на любом. Я не должен был это читать. Пенис активирован. Максимум силы. Блядь, какой пенис активирован? Что ты несешь, блядь? Надвигающиеся грозы. Ладно, эмоции не те хуйня. А я, блядь, чувствую раскаты. Надвигающиеся грозы. Сука. Ладно, пусть это будет. Противный. Ты противный. У кого есть противный? Ты мерзкий, понимаешь? Блядь. Ну, тут ты отметил детские вскрики, поэтому... Да, 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 можно, давай! Подожди. То есть я сейчас должен сказать, пенис активирован голосом возбужденного робота, блядь? Ну, да, только ты как будто еще при этом ребенка конфеткой заманиваешь. Да иди-ка ты нахуй. Да иди-ка ты нахуй. А он говорит, что со мной легко, а потом через минуту говорит, что со мной тяжело. Пиздец, ребята. Это пиздец. Эй, я здесь. Здесь я, блядь. Здесь. Видишь меня? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Махаться будем. Я мая на первую кровью. Без мам, папа пошли. Все, ты меня сбил, сука. Как это? Бодрый пес супергерой. Он герой. Блядь, погоди, какой нахуй пес? Я не помню пса никакого. Я еблан? Еблан? А где пес? Ой, блядь, а где исходники-то, ебаный чизкейк? Так, исходники проебаны. Похуй. Какие-то неприятности, блядь, не похожи на пса. Сука!